Правила благоустройства будут ужесточены, причем для всех участников процесса. Для тех, кто идет работой и тех, кто их принимает. В первую очередь это касается разрытий. Восстановление дорожного полотна на ширину как минимум одной полосы движения. Это требование главы Анапы. Уважаемые коллеги, те, кто проектирует различного рода коммуникации и разрытия, значит максимально уходим с проезжих частей. Хватит уродовать проезжие части. Начать с себя принцип Сергея Сергеева красной нитью прозвучал на планерном совещании. Глава прокомментировал доклад своего заместителя об участии наобчан и наведении санитарного порядка на курорте. Нет ни аналитики, ни инициативы в работе с населением. Да потому что мы обленились, потому что мы не работаем с квартальными, мы не работаем с домковыми. Мы не призываем людей собственным примером выйти и навести вокруг себя порядок. Берите лучшее, объявляйте конкурсы, премируйте тех, кто содержит внутридворовую территорию, свою улицу, возле своего двора. Отдельной темой для серьезного разговора стала работа общественного транспорта. Автобусы и маршрутки одним своим внешним видом дискредитируют статус курортного города. Поезжайте по курортным городам, покажите мне, где есть реклама на автобусах, на маршрутках, кроме Анапы. Почему они до сих пор на маршрутах? Почему в условиях конкурса это не прописывается? Да потому что нам не нужно. Мы из года в год одно и то же переписываем. На жесточайший контроль поставил глава Анапы этот вопрос. Транспортное обслуживание – одна из составляющих сервиса курортного города. И пока она не на высоте. Субтитры создавал DimaTorzok